Польша хочет запретить России истолковывать историю по-своему. Польша хочет запретить России истолковывать историю по-своему. 4.44 7 января 2020 года. AFP 2019. Джанек Скотцинский. Держит польский флаг во время празднования Дня Независимости в Варшаве. AFP 2019. Джанек Скотцинский. Москва, 7 Янфрия новости. Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю со своей точки зрения. Об этом в своем Twitter написала вице-спикер польского сейма Молгожата Кедава Блоньска. По ее словам, законопроект о пересечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу будет представлен на следующем заседании польского парламента. Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно, заявила Кедава Блоньска. Как сообщил глава фракции партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий, сейчас Комитет Сейма по внешней политике работает над соответствующим документом. По его словам, планируется, что работа над ним завершится в среду. Принять участие могут все депутаты, написал Терлецкий в Twitter. 30 декабря 2019 года, полночь 42. Пушков напомнил, что Польша набивалась в союзники к Гитлеру. Споры об истории. В Польше недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Узефолипского «сволочью» и антисемитской «свиньей». В конце декабря российский лидер рассказал, что польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идеи выслать польских евреев в Африку на вымирание и уничтожение и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве. После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась жесткая, но вполне корректная беседа с директором Восточного департамента. 25 декабря 2019 года, 14-26. Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши. Позицию главы государства поддержали многие политики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.